Говорит, что это американцы все придумали, поэтому заниматься этим нельзя. Есть, а, да, вот товарищ Митволь, у него не только свои обе диссертации, у него кандидатская и докторская полностью списаны, но у него еще 9 учеников есть, у которых он был научным руководителем, и у которых такого же качества диссертации. И он говорит, ну и что, я много читал чужих диссертаций по интересующей меня теме, и многое отложилось в моей голове, я тут попал на бумагу именно в таком порядке, что я могу и поделать. Но в основном, это самое, говорят, ой, это все госдеп, товарищ замглавы Ульяновска, говорит, кто меня заказал, бурматов это шантаж, и в конце концов все говорят, ну вы, мы свою диссертацию уже защитили, вы обращайтесь в ВАГ, ВАГ должен решить. ВАГ это высшая отставленная комиссия, которая является главным судьей в этом деле. А ВАГ, к сожалению, работает на этих же товарищей. ВАГ состоит из президиума и экспертных советов по направлениям. Два совета по экономике, один по праву, несколько по медицине и так далее. Люди, которые сидят в этих советах, это уже заслуженные профессора, в таком солидном возрасте, писали они свои диссертации, давно-давно. Но многие из них, как выясняется, они возглавляют вот эти вот самые гнезда, про которые я говорил раньше. И видно, что два совета по экономике. 65% и 50% это людей, которые замазаны в массовой классификации диссертаций. Понятно, что вся система вертикальная, выстроена в государстве так, что даже на самом, самый высокий судья будет покрывать фабрикацию этих диссертаций. Ну здесь нету еще по медицине, там тоже ужасная ситуация. То есть здесь вообще блокирующий пакет акций. Ну и так выглядят эксперты, вот этих экспертов совета ФАГ. Это вот товарищи из экономического совета, некий Герасимов. Обычно у них очень много титулов. Заслуженный работник высшей школы, академик международной академии, и что-то там такого тамбовского университета. Вот это его ученики, вот они все вот такого качества, то есть полностью, или почти полностью списанные диссертации. То есть это ни одно из них нельзя назвать самостоятельным научным трудом. А аналогичный тоже, так сказать, совет вак, но это по медицине, что особенно печально, потому что медицина связана, наиболее связана с этическими нормами, да, поскольку работает часто с человеком. Это не просто надо прописать правильные лекарства, а часто, значит, нужно, ну вот, проявить какое-то человеческое, да. Да, здесь я перехожу уже к более техническим вещам. Это какая-то довольно старая карта, она говорит о том, где там располагаются у нас волонтеры, или, скорее, группа волонтеров. Они, конечно, кластеризуются вокруг крупных городов. Довольно много находится за рубежом. Ну, это наши, так сказать, из диаспоры люди, которые туда уехали, которые решили этим заняться. Здесь слайд по-технические очень, да, я не знаю, стоит ли его комментировать, может быть, в плане вопросов. Вы знаете, у нас просто это как раз вот очень интересно. Да, да, ну, может, и просто наводящие какие-то вопросы, вот, собственно, если бы вы могли просто, ну, его объяснить, и самое главное, как принимается решение на каждом из уровней. Объяснить. Значит, выбор объекта. На самом деле, вот, что я хотел, ну, там дальше будет у меня, там, вот, у меня, так сказать, важный момент – это модульность. А есть другое ключевое слово, еще мотивированность. И реально, так сказать, вот, долгоиграющие волонтеры, да, они мотивированы изнутри. Вот, у них есть нетерпение, как в всей системе вот этой лжи, да, построенной. Не только в диссертации. В диссертации, как мы говорили, это только способ распознавания человека. И часто просто они сами выбирают объект интереса. Иногда, так сказать, он приходит на почту, там, вот, там, такой, так сказать, там у нас ректор, негодяй-жулик, давайте проверим его диссертацию. Если он нам интересен, да, то есть, там, кому-то, да, то есть, он встает в вейтинг-лист, да, если он кому-то интересен, его из вейтинг-листа забирают, и волонтеры анализируют. Это так происходит выбор объекта. Но сейчас, так сказать, пошла такая волна среди вот этих жуликов, так вот, по косвенным признакам, опять же, судим, что у жуликов не, значит, не только, при массовом таком разоблачении, у них не только, так сказать, значит, написание липовой диссертации признак стаи, но и разоблачение диссернетом, это тоже признак стаи стал. Поэтому часто, ну, вот в последнее время, когда их стало много, разоблачение таких, там, заместитель какого-нибудь губернатора просит, чтобы, так сказать, проверили его губернатора. Это изближает. Это да, так сказать, потому что некоторые обижаются, почему я неправильно. Я тоже, я тоже из этих. Я думаю, что вы работаете, кстати. Вот, так что есть несколько путей, как приходят, значит, эти диссертации. Потом диссертация попадает в некую машину, который, результат работы этой машины, это полностью автоматизировано, она дает источники, откуда надо смотреть, да, и какие страницы с какими совпадают, так сказать. Значит, перечень, так сказать, этих самых источников, это результаты работы машины. Дальше машина, другая, так сказать, она делает макет вот таких табличек цветных, которые, так сказать, это самое. А дальше включаются уже эксперты. И вот интересно то, что в горизонтальной структуре, вот такой, как диссертнет, в конце концов, там, эта структура начинает кластеризоваться. Например, так сказать, люди, интересующиеся юриспруденцией, да, вот они в основном, так сказать, вот они никогда не возьмут себе проверять, там, какого-нибудь филолога или экономиста, они, вот, там, прокуроры, адвокаты, вот это их, вот, и вот они разбирают себе, так сказать, соответствующую диссертацию, они проверяют каждую страницу, действительно, там нету, так самых, кавычек, нету ссылок на источник. То есть, это все, так сказать, смотрится экспертами глазами, чтобы там не было каких-то глупостей. И, значит, то есть, машинная раскраска, мы ее называем, раскраска, да, диссертации, она чистится экспертами и выдается, значит, итоговая такая табличка, которая поступает на сервер, а сервер она постепенно, значит, перекочевывает на сайт. Это уже считается на сайте диссернета, это уже считается публикацией. У нас такое отношение к этому, что мы, говорим, у нас политика, так сказать, мы открыли кран. То есть, мы выливаем все подряд, а, так сказать, СМИ, ну, мы просим их, так сказать, ну, обратите внимание, вот это вот интересные клиенты, особенно региональные СМИ, и у нас очень много контактов в регионах, они подбирают своих, там, московские, питерские подбирают обычно таких высоких всяких там, центральных. И дальше, так сказать, это самое, идет параллельно публикация в этих СМИ и публикация, значит, у нас в социальных сетях. В отдельных случаях, когда затрагиваются интересы совсем-совсем-совсем высоких людей, то СМИ просят попридержать их, что они готовят свой материал, мы, так сказать, придерживаем по их просьбе и выстреливаем одновременно, что называется. Да, ну, еще, так сказать, параллельно идет у нас группа юристов есть, которые подают всякие апелляции в АК, заявления в прокуратуру, в суд, ищем людей, у которых якобы списали, да, чей текст взяли, с ними контактируем и пытаемся убедить, чтобы они отстаивали свои авторские права. Таких мало, но такие случаи тоже есть. Вот, и, то есть, вот такая юридическая идет тоже деятельность. Ну, вот, что я не сказал о технологиях. Это были вопросы, так сказать, ко мне, про мейл, которые пришли, механизмы, ну, про механизмы, я вроде говорила, если какие-то вопросы есть, да, какой факт-чекинг? Это очень важно. У нас, так же, как в Германии, то есть, есть один эксперт, который сделал финальную таблицу, он должен быть проверен другим независимым экспертом. После того, как она проверена вторым независимым экспертом, то она идет на публикацию. Отбор, да, до публикации, вот это было, предыдущий слайд. Методики выявления пагиата, я тоже говорил, что на источнике указывает машина. Да, пожалуйста. Я знаю, что есть в РАНХИКС такая же система, которая анализирует работу студентов, магистрантов, аспирантов. У вас похожий бежок, или как это называется? Смотрите, значит, вот то, с системой, о которой вы говорите, это, скорее всего, система антиплагиат. Вот, это, значит, технически, значит, объясню. Система антиплагиат, она видит свою базу данных. Эта база бесценна, потому что в нее закачаны практически все диссертации, начиная примерно с 2000 года. Вы знаете этот бежок, который работает там? Да, мы его используем, значит, и практически, значит, но она, эта база данных, она почти не живая, да, ну, туда подкачиваются диссертации, подкачиваются какие-то учебники, да, она этим ограничена. У нас, разработанный нами движок, это, значит, он смотрит в интернет-источниках, безумное количество интернет-источников. И тот, что не видит антиплагиат. То есть, мы используем параллельно и обязательно обе. И вот этот платный продукт антиплагиат, и наш продукт диссероруб, как он называется так, условно. И только использование их совместно дает реальный результат. Более того, что происходит сейчас? Сейчас происходит, поскольку антиплагиат стал очень популярным, то вот эти диссертации, дипломные работы, курсовые проекты, их сами же авторы прогоняют через антиплагиат и шлифуют до тех пор, пока, значит, антиплагиат не станет выдавать ниже какой-то нормы. Значит, они, ну вот, например, так сказать, у нас есть такой депутат Звогельский, защищался в 2011 году, водочный магнат. Он, туда, так сказать, ему туда запузырили там 15 интернет-источников, которые отсутствуют в антиплагиате. Естественно, если через антиплагиат прогонять, ничего не увидишь. Антиплагиат скажет, он абсолютно авторский текст. На самом деле там интернетовские статьи. Просто набиты диссертацией интернетовскими статьями. И это вот такая тенденция последнего времени, как обмануть антиплагиат. Ну вот, вылавливается через диссерировку. То есть и то, и другое обязательно нужно использовать. Можно сказать, что я там заканчивал магистратуру, и он работает на удивление эффективно, и он тоже хватает интернет, на самом деле, сомысвечивает там все, и стандартные подходы там по его обману не работают, приходится перерабатывать текст, и так далее, работать с текстом. Ну да, опять же, чувствительность к рерайтингу, когда переработка текстов разная у антиплагиата, антиплагиат работает большими блоками текста. Как бы, так сказать, гугл большими фразами. У нас это более динамично. Но антиплагиат легко обмануть просто переформулировками небольшими. Знаете, если она небольшая, то мы это отвоим. А если это крутой рерайтинг, то, честно говоря, легче написать свою диссертацию. То есть, это диссертация и есть. Да, 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 да. А при помощи, это работа волонтеров, то есть, сколько волонтеров, и куда они, как долг они держатся, то есть, насколько активно они участвуют. Значит, поскольку система горизонтальная, точное число никогда вам даже не скажу, потому что я его не знаю. Это, там, больше сотни, я думаю, от сотни до двух соток, примерно. Дальше, вопрос, чем они занимаются. Некоторые, так сказать, эксперты, некоторые, так сказать, занимаются машинной такой обработкой. Кто-то, так сказать, контактирует со СМИ, да. Кто-то юридическим вопросом занимается. А куда нельзя есть это? Они, значит, приходят, они, значит, приходят по e-mail. У нас есть контакты, но мы очень, значит, тщательно к отбору. Это не как википедия, да, это самое, относимся к отбору. Во-первых, так сказать, либо это рекомендация, кто-то этого человека знает. Ну, либо, если не знает, тогда, значит, если, ну, обычно все это происходит в крупных городах, а в крупных городах у нас обычно есть свои люди, с ним просто встречаются, разговаривают, что это за человек, дают какое-то пробное задание. То есть это все через личное общение. То есть или знает человека, либо вот мы его узнаем. Как долго они держатся? По-разному. Зачем? Часто бывает, что вот, ну, месяц-два. И вот, как только, я говорил, что важна здесь мотивированность. И вот только те, кто внутри мотивированы, что они, вся эта вот прогнившая система уже в государстве их достала, вот они действительно держатся долго. Еще раз в прошлом сфере, здесь просто Гриша раньше поднимал руку. Я скажу тебе. А в чем, собственно, как вы понимаете роль краудсорсинга для вашего проекта? То, что... Краудсорсинг – это вот приход волонтеров. Потому что, ну, то есть, например, традиционные организации, очень многие, которые базируются на волонтерах тоже, как бы, то есть в чем принципиальная разница между тем, учитывая, особенно, что вы через персональные связи, как вы говорите, обрабатываете волонтеров. Действительно ли это краудсорсинг, или это просто... Ну, краудсорсинг, ну, персональный, это вот, например, у нас там... Мы счастливы еще тем, что у нас есть такой публикатор, как Сергей Пархоменко, значит, у него... Вот для краудсорсинга важен еще элемент – это аудитория, да, среди которой ты ищешь, да. Вот его аудитория, она практически целевая, и это, ну, читают примерно 300 тысяч человек, да. Вот это Facebook, Блок на Эхе, там, в общем, его публикации. И я вот скажу, так сказать, вот пример, да, такой. Мы работаем с индекс-файлами крупных поисковиков, как Google и Яндекс, да, и для того, чтобы пользоваться, они все платные, да, но, например, вот Яндекс, он там раздает квоты на пользование, дневное пользование, тем, кто, так сказать, пользуется Яндексом, то есть каким-то организациям, у которых есть сайт, который пользуется, значит, Яндексом. Довольно такой, так сказать, ну, специалисты знают, но нормальный человек на улице, если его спросишь, а вот что такое квоты, вот это Яндекса, это, так сказать, никто, так сказать, не скажет. Вот бросили клич, кто, так сказать, поможет. Пришло больше тысячи пожертвований квот. Вот это вот пример краудсорсера. Да, это эквивалент денег. Кто-то кому-то не нужно, так сказать, квоты, так сказать. А вот все-таки я не понял, а зачем вы так сильно ограничиваете участников? Почему не сделать его полностью анонимным? Ну, он анонимным. Здесь, так сказать... Зачем тогда его ограничивают? Ну, какая разница? Ну, пусть это будет, там, агента спецслужбы, там. Какая разница? Значит, какая разница, да? Разница в том, что у нас, так сказать, в основном люди не хотят раскрывать свои книги. Радь бог анонимный. Да, но в этой переписке, в которой мы обмениваемся, в конце концов становится ясно, откуда этот человек. И как только человек попадает в сеть, он начинает...